Всем добрый вечер! Сегодня проедем мы по Краснодарскому и Сарапольскому краю. Еду я со станицы Отрадной. Ну я проехал здесь сколько? 15 километров проехал. Ну сейчас мы с вами и проедем как раз по Краснодарскому краю, потом уже заедем в Сарапольский край. И что меня просили показать? Просили воинскую часть, которая находится в селе Воронежском. Ну наверное я еще в Воронежское заеду. Ну а раз я мимо буду ехать, конечно я, наверное, еще и сделаю такое свое посещение. Термально-оздоровительный комплекс. Так вот, село Петровское. Давайте по Петровскому с вами и проедем. Потом другие села здесь хутора увидим. Так, что по снегу? Ну вот сами смотрите, видите, снег есть еще. Есть снег, везде был снег, не только у нас там в Сарапольском крае, также он был и в Краснодарском крае. И вот село Петровское. В общем-то, кто не знает, у нас есть город Сидлоград, в Сарапольском крае. Это тоже было раньше, оно называлось село Петровское. Поэтому там, соответственно, у нас Петровский район. Вот так очутился я здесь, в Краснодарском крае. Вообще даже и не планировал. Что по погоде могу сказать? Погода нормальная, теплая, сами видите, я в майке сижу в машине. На улице, конечно, майке еще не походишь, но... В принципе, что... Сегодня у нас какое-то число. Не знаю, какое число. Так, 17-е, 17-е марта сегодня. Так, а здесь у нас что? Наверное, Дом культуры. Что-то такое, какой-то заброшенный, обшарпанный. Опа, лежачий полицейский. Вот тут, смотрите, вот здесь школа, видите? Остановочный пункт. А вот школа, наверное, вот здесь. Так, вот чуть-чуть камеру поправлю. Здесь вот магазинчик продуктовый. В общем, едем мы по улице Ленина. Дорога сухая, сами видите. Здесь вот закусочная вижу. Там тоже какой-то магазинчик. Ну, собственно говоря, что здесь, конечно, проезжаю. И, в общем-то, если разобраться, второй раз только. Так, что-то у меня трещит. Сейчас я посмотрю. Не пойму, что-то трещит. Вот когда едешь, так неприятно. Какой-то треск идет. Так, не пойму, что там трещит у меня. Ну, наверное, водители знают, когда что-то мешает. Вот она, наверное, на нервы действует. Так, здесь костры какие-то жгут. Таксист стоит, смотри. И вот так по улице Ленина мы с вами поедем. И потом у нас там будет пост ГАИ. Где будет, собственно говоря, и разделение Краснодарского края и Старопольского. Здесь тоже вот проехали продуктовой магазинчик. Такие хотенки. Ну, обыкновенные сельские хотенки. Что-то одна фара не горит у них. Так, а что у нас по температуре? Давайте температуру хоть посмотрим. Во всяком случае, было 7 градусов Цельсия. Даже здесь 8 градусов Цельсия. Да, старинные такие хотеночки. Некоторые с оставнями еще. Ну, довольно-таки продолжительное село. Здесь вот, видите, остановка улица Ленина. Я сюда ехал. Вертолеты там летают. У нас там же проверка какая-то. Генерал, лейтенант приехал. Будет проверять там, как Петровская закончилась. Военные, короче, будут проверять. Смотрю одно. Барражируют эти вертолеты. Куда-то они там летают. Ну, там в Воронежском есть воинская часть. Кажется, сезисты там стоят. Естественно, это Атранецкий район. Это вот хутор. Курбань. Вот такой вот худорочек. Да, видите, снежок есть. Вот дров, дров полно. То ли на бане, то ли на печку. Вообще-то труба такая печная на крыше есть. И здесь печная труба. Хотя, вы же сами видите, вот с левой стороны там газ здесь есть. Газовые трубы проходят. Это вообще какая-то заброшенная хотенка. Ты вот с левой стороны смотрел там. Ну, в общем-то, погода хорошая. Но еще она такая мартовская, не теплая, естественно. Но, тем не менее, погодка хорошая. Так, высота 6 метров. Газ туда пошел уже, на ту сторону. Вообще-то и по этой, и по той стороне, видите. Газовые трубы проходят. Да, хотенки, хотеночки. Я не понял. Там, кажется, гуси. Гуси были с левой стороны. Тоже остановочный пункт. Пешеходный переход. Какая-то детская площадочка здесь. Баскетбол можно поиграть. Так, едем дальше. Так, что зима отступает потихонечку. Ну, все может быть. Еще может, конечно, снежок быть. Я об этом вам вчера говорил. Вот еще один газовый переход здесь. Ну, в общем, где-то дома нормальные, а где-то вот такие старые дома. Вот, продается дом. Вот, на этом Курбане закончилось. Там вот водоем какой-то, смотрите. Не знаю, что, друзья. Я уж не местный. Так. О, Невнамыск. О, Даниланамыска 27 километров. И здесь у нас ТОС ГАИ. Ну, ГИБДД. Скорость 40 километров. Скорость даже 20 километров. С 11 до 6. Полиция. Вот, кого-то остановили, проверяют. Я сюда ехал, меня не проверяли. Вагончик там. Полицейский стоит. Стоп-контроль. Все, поехали дальше. Даже вдвоем проверяют. Два полицейских. Ну, это все еще идет Отрадинский район Краснодарского края. В принципе, дорога нормальная. Что у нас там? Станица Отрадная есть. Там есть термобарк. Ну, естественно, там термальные бассейны. Ну, вода там слабенькая. Слабенькая там вода. У нас здесь посильнее. В Воронежском намного-намного сильнее вода. Концентрация там и соли, и йода. Смотрите, видите, поля. Поля не снежные. Снега практически нет. Здесь, видимо, что-то посажено. То ли зимы, то ли что-то. Я ж не знаю. Я ж не сельский житель, я же городской житель. Так. Здесь вот повороты. Вот когда сюда я ехал, было с той стороны написано Отрадинский район. Вот, с левой стороны. Отсюда что написано? Все слева пути. Ну, это, наверное, уже Ставропольский край, скорее всего. Так. Черкасский. Хутор Черкасский. Вот такой хуторок. Где-то хотенки здесь заброшенные есть. Ну, здесь люди живут. Ну, все. Здесь, вы сами видите, газ офицера. Ну, вот, живно здесь гуляет. Что там, уточки, не знаю. Уточкинь, да уточки. Собаки бегают по дорогам. Ой, а проверки эти проверки. Вот с проверкой приехали здесь. Я, когда служил, я попадал по такую проверку. Я не знаю. Но это я служил в Хабаровском крае. Это Верхний Буринский район. Поселок Олонка был. Ну, вот, к нам, почему-то, моряк приехал, контр-адмирал. Ну, тоже проверяли там. Строевая. Стрельбы. Все остальное. Ну, в общем, нормально. Нормально мы прошли проверку. Не на пятерку, но на четверочку. Так. Слева магазин Мария. И вот сюда мы с вами поворачиваем. Направо. Значит, это улица колхозная была. Все, Черкасский закончился. Едем в сторону села Воронежского. Там вообще смехота была. Приезжает, сприкалывается, сприкалывается. Что? Спецодежда. Кого? Воинскую одежду, спецодежда. Что делать? В общем, за счет нового пополнения. Выдали нам ХБшку. Сапоги там. Сержантам фуражки. Планшеты. Ну, все как положено должно было быть. Прошли там строевую, огневую подготовку. В общем-то, Тягомотина какая-то была полмесяца. Самое сложное, наверное, было. Это дежурном породе. Потому что мы что-то на трассе было. И вот взвод охраны привозил туда оружие. Противогазы. В таких зеленых ящиках. И вот каждый автомат проверяешь. Сверяешь по номерам. Там штык, нож. Все проверяешь пока. Все проверишь. Замучаешься. Попроще было, конечно, в этой самой части. У нас бригады были в батальоне. В оружейку зашел. Все проверил. Все сдал. Печать поставил. На этом все закончилось. Короче, здесь целая комиссия приехала. Здесь бригада какая-то. Я вот проезжал. Здесь у нас какой-то комплекс по выращиванию кукурузы и подсолнечника. Вот такой вот, смотрите, комплекс. В принципе, смотрите, елочки. Такая вот территория. Неплохая, красивая. Короче, какой-то оазис среди полей. И вот такие вот поля здесь распашные. Местность ровная. Это у нас Ставрополь. Начинаешь подниматься, начинается гористая местность. Так, что там впереди будет? Я знаю, что там впереди. Будет у нас село Веселое. А за Веселым уже будет село Воронежское. До Воронежского до Цунами доедем. На этом такая вот наша съемочка и закончится. Ну, потому что темнеет, темнеет уже вот начало седьмого у нас. А мне еще от Воронежского где-то ехать час-час десять. И на часик я, наверное, все-таки заскочу термально-оздоровительный комплекс Цунами. Здесь кое-где попадается уже снежок на полях. Дорога, в принципе, нормальная, если считать, что прошла все-таки зима. А после зимы у нас всегда дороги бывают разбитые. И вот там видны уже, видите, такие горы. Ну, там дальше будем проезжать. Там у нас протекает река Большой Зеленчук. Спускаемся вниз. Трансформатор стоит. Какое-то здание. Огорожено все сеточкой. А сейчас уже темнеет намного попозже. Вот, смотрите, это сто процентов всего веселое. Как его можно узнать? Вот по таким фонарным столбам. Смотрите, так они аккуратно сделаны. Обложены так вот бордюрчиком. Ну, здесь уже... Ну, хотя так же. Ну, вот и уже есть дома, конечно, уже получше здесь. Сейчас по-веселому чуть проедем. И потом уже мы попадаем с вами в село Воронежское. Вот так и прокатимся по двум краям. Так, здесь уже вот улицы видны. Улица Свободы. Вообще мы едем по улице Мира. Это вот продуктовый магазинчик. А вот, по черепице еще дома. У меня, кстати, там у бабушки. Я на переулке Седова жил. Ну, дом-то под Шифером был. А вот такой там... Это старый дом был еще. Под черепицей был. Ну, что-то был там типа сарая. Дядька потом квартирантов туда пускал. В общем, давно я такую черепицу красную уже не видел. И вот под черепицей. Современные крыши. Значит, здесь у нас идет развелка. И дорога идет на Росакон, кажется. Это вправо. А влево должна она идти и на Воронежское. Вот. На мыс 14. Вот, Эрсакон 9 километров. Естественно, туда мы не поедем. Так, здесь нам надо уступить дорогу. Так, никого нет. Остановочный пункт. Стройхозмах. Продуктовый магазинчик. Это у нас улицы Победы. Думик вот здесь хороший. Такой красивый мне понравился. Везде около дворов машины почему-то стоят. Потому что во двор нельзя загнать или не хотят загонять. Здесь какое-то двухэтажное здание. Знаешь, я не часто здесь бываю. Вот если разобраться туда-обратно, я в четвертый раз туда еду. Улица Советская. Все. Один продуктовый магазинчик. Тоже двухэтажное здание. Здесь что? Почта России. Вообще здание какое-то обшарпанное. Наверное, двухэтажное. С балкончиками. Вот еще одно здание. В общем, здания такие интересные. Так, здесь у нас пошла уже улица Советская. Тоже остановочный пункт. Ну, я скажу, после зимы еще и нормальная здесь дорога. Чуть выпитая, ну, сказать, что она плохая. Там на ямах, нет, не на ямах. Счастливого пути. Ну, значит, все. Село веселое закончилось. И буквально немного мы с вами проезжаем. И здесь у нас начинается уже село Воронежское. Так, вот здесь, кажется, воинская часть. Тут у меня просил показать. Смотрю, какая-то техника военная стоит. Какой-то дальнобой. Вот Сиро Воронежское. В котором я часто бываю. До недавнего времени я его и не знал. Я узнал, что он и есть только в 18-м году. Когда здесь открылся термобассейн. И то мне случайно у нас на работе уборщица работает. Она тоже посещает там. С бабульками там они ездят. Короче, нанимают какой-то микроавтобус. Вот ездят они в всякие термобассейны. Вот она мне. Вот продуктовый магазинчик здесь. И она мне, короче, посоветовала поехать тогда во вновь открывшийся термобассейн. И вот так я оказался в этом селе Воронежском. И теперь я вот... Вообще в бассейн я езжу, как ты говорил, там два раза в месяц. Ну, конечно, не... Ну, хотя раз там бывает два раза я сюда приезжаю в месяц. По-разному, по-разному бывает. Вот село Воронежское. Ну, сейчас мы с вами немного проедем. И повернем на улицу Лесную. Где, собственно говоря, и находится этот термальный комплекс. Ну, так трасса вот сюда и пошла. Она влево, это на Невномыск. Так, ну, здесь сельское кладбище. Когда-то мне парень какой-то писал. Он когда-то служил здесь в воинской части. Говорит, проедьте, покажите. Я, в общем-то, здесь один раз проезжал. Но я проезжал не по Лесной. Я проезжал, кажется... Вот здесь сейчас влево будет улица Мира. Я, кажется, вот по этой улице проезжал, по Мира. А вот там, впереди, если проехать, там и находится воинская часть. Вот, с правой стороны, это большой зеленчук протекает. Да, вот улица Мира. Вот здесь я проезжал. Если влево, если прямо проехать, здесь воинская часть находится. Здесь раньше был... С левой стороны магазинчик какой-то. Вот здесь и находится воинская часть. И это, кажется, здесь связисты. Так, вертолета не видно. Вообще, такие военные вертолеты здесь летали. Я не знаю, куда-то туда, в сторону Черкеска. Ну, Карачаево-Черкесия. Вот автобус идет. Сейчас я прижмусь. Что-то он потихонечку-потихонечку едет. Наверное, с воинской части, потому что номера-то военные. И вот здесь у нас улица Лесная. Опа. Лежачий полицейский. Так, магазинчик. А вот магазинчик вот с этой стороны был. Что, он не работает. А воинская часть вот-вот. Здесь, наверное, контрольно-пропускной пункт. Воинская часть. Какая же там воинская часть? Что-то я просмотрел. Просмотрел, друзья. Кажется, 68, 300. То ли 23. Опа. Ничего себе дорога какая. Ну, если с учетом, что это село, я считаю, нормально. Так, а темнеет, темнеет и темнеет. Не знаю, сколько я там проехал. Сейчас 11 минут седьмого уже. Да, здесь дорога разбитая. Давайте потихонечку проедем. И так я плавно в термально-оздоровительный комплекс попадаю. Так, ну здесь уже бетонные плиты. Вот здесь я не знаю, что. Ну, скорее всего, наверное, казармы какие-то. Поедем потихонечку. Потому что я знаю, здесь дорога не очень хорошая. Я как-то пытался здесь проехать. Она вся на ямах была. Так, все. Хорошая дорога закончилась. И едем с вами дальше. По улице Лесной. О, опять мой пульт проигрывает. Запарил. Нам батарейку срочно менять. Что-то трещит, трещит. Это прям домик неплохой. Вот с левой стороны. Такой интересный. Молодосток там фигурный вырезанный. В общем, как мне объясняли, здесь ямошь раньше была. Здесь вообще-то скважина номер 4. И где-то на 100 метров, говорили. Где-то вот здесь, в этом месте. Где-то то ли скважина здесь выходит, то ли еще что-то. А сам термальный чуть дальше построили. Так, ну вот. И термально-оздоровительный комплекс цунами. Вот он с левой стороны. В общем, если потихоньку ехать, то нормально. Да что ты такое? Запарил он меня. Насрочно менять батарейку. Так вот, термально-оздоровительный комплекс цунами. И вот здесь такая обширная парковочка. Ну вот, друзья, вот такое было путешествие. Уже значительно, конечно, темнеет. Сейчас у нас время 18 часов 15 минут. Сейчас я возьму пакетик-то, где у меня резиновая такая обувь, купальные принадлежности. И буду я принимать термальное лечение. Всем доброго-доброго, друзья, вечера. Вот термально-оздоровительный комплекс цунами. Всем удачи!